Всем привет! С вами канал Домашние Покуры, я мистер Перес. Сегодня на обзоре у нас будет не табак для кальяна, а продукт тоже с содержанием никотина, как табак. Но это жевательная смесь, снюс, бестабачная, называется Корвус. С данным продуктом я познакомил мой друг с работы. Он перешел на него после сигарет, советовал попробовать. Что могу сказать? Продукт реально интересный. Как минимум тем, что у него даже состав, в отличие от многих других снюсов, жевательных смесей, не входит табак. То есть он сделан из трав, в большинстве своем мяты, и никотина. Есть также еще соль в составе, и какие-то консерванты. Но основа состава это все-таки мята и никотин. Вот, продукт представлен в такой вот упаковочке, круглой шайбе. Она легенькая очень. Вот всего в линейке у Корвуса сейчас 4 варианта по крепости. Самый мягкий будет, это 3 звездочки. Зеленый Корвус. Потом идет вот этот вот, который у меня, Стронг, 4 звездочки. Следующий это Экстрим, 5 звездочек. Баночка будет красного цвета. И Брутал, желтого цвета, баночка. По крепости они различаются от 22 миллиграмм никотина на один снюс. До 68 у Брутала. Но я пробовал вот этот вот, синий. И я пробовал Экстрим. Экстрим, честно говоря, прям для меня достаточно сильный. Вот, эффект от Корвуса. Ну, такой же, как от, допустим, крепкого кальяна в первые затяжки. То есть, вас очень сильно расслабляет, и такое легкое головокружение появляется. Ну, в целом, интересный такой расслабляющий эффект. Вот, баночка состоит из двух частей. Первая, это отверстие под самые, ну, под верхом крышки для вториков. То есть, вы можете использовать снюс несколько раз, и реально он эффект держит. После даже второго использования. И основное отделение, там, где лежат, собственно, все эти паки. Вот, пак такого зелененького цвета. Небольшой. Помещается он под губу, под верхнюю. И держится в течение минут 3-5. Вот, после чего вы можете его либо выплюнуть, выбросить, либо положить вот сюда. То есть, для повторного использования. Если хотите, например, ну, это мои личные наблюдения, чтобы эффект от снюса держался дольше и был сильнее, тогда, после того, как вы его положили себе под губу, не выплевывайте сразу слюну. Ну, подождите, пока он прожжет. Он вот некоторое время, ну, жгет, прям так достаточно хорошо жгет. И вместе со слюной, со всей, держите его все время. То есть, в течение вот этих вот 3-5 минут. Только потом выплевываете. Тогда эффект будет достаточно сильный. Чем если вы будете постоянно сплевывать. Вот. В принципе, интересный продукт. Во всяком случае, как замена табаку, курению, да, хороший. Советую попробовать. Вот. Немного расскажу, почему я сейчас не снимаю видео про табак кальянный. Вот у меня снова обострился желчный. К сожалению, я пока не могу курить кальян, потому что желчное, поджелудочное требует полного покоя, диеты. В том числе и нежелательно принимать алкоголь и курить табак или кальян, или сигареты. Потому что это все будет раздражать органы внутренние желудка. Вот. Поэтому, надеюсь, что в скором времени я до конца восстановлюсь и сниму видео для вас с обзором ТПК. Вот. А пока до новых встреч. С вами был канал Домашние Покоры. Пока.